У меня зовут Марина, я нутрициолог. Давайте посмотрим, уберёмся, что же такое вообще стресс для организма, откуда мы его получаем. Естественно, это физический стресс ежедневно, это могут быть острые стрессы, ссоры, у вас начальник рукает, для вас очень это стрессовая такая сильная, острая ситуация. Вы куда-то бежите, не знаю, кто-то на вас нападает, вообще вот стресс был необходим, когда там нападает у него, не знаю, тигр, и он куда-то бежит. Тут получается стресс и действие, и ну как бы потом всё, расслабление идёт. Сейчас у нас нет такого, что вас начальник ругает, да, вы же потом не пойдёте ему, я не знаю, бить. То есть у вас действия никакого не получается. Поэтому мы переживаем стресс ежедневно, да, и ничего с ним не делаем. Также стресс, когда мы там опаздываем или в пробках стоим, то есть тут вроде бы никто не ругается, никто не нападает, но мы переживаем там или за детей переживаем, за родителей, родных, всякие обстоятельства. То есть мы живём в больших городах, это уже такой большой стресс. Например, сосед у вас постоянно делает ремонт, и выходные, и рабочие дни постоянно гудит, и это годами продолжается, и вы с этим ничего не можете сделать. Тут мы разделяем кратковременный и острый стресс. Тогда у нас должна быть такая реакция, когда мы подреагировали быстро, побежали, не знаю, включились полностью, применили всю свою скорость, сил для конкретной ситуации. Это так и должно быть. В этот момент у нас вырабатываются гормоны, это кортизол, адреналин. Кортизол – это вот гормон, который у нас производят надпочники наши. По сути, кортизол – это гормон антистресс. Он спасает нам жизнь, даёт нам включиться, и мы должны, я уже говорила, что отреагировать именно физически на это. Если у нас нет никакой реакции, и получается напряжение такое, и затем нет физического действия и расслабления. И вот в этом напряжении мы живём постоянно, очень-очень длительно. Ну вот как я, например, приводила пример к соседам, которые постоянно каждый день у вас делают ремонт, и вы переживаете, ничего не можете сделать. И сначала вы живёте на таком повышенном стрессе, у вас кортизол зашкаливает. Получается, вы очень долго вот на таком высоком кортизоле живёте. Когда очень длительно повышен кортизол, он в любом случае происходит истощение. И когда истощение, у нас уже нет ни на что сил, мы уже не можем встать, ни энергии, ничего. Бывают такие состояния, когда уже всё, человек лежит, он не может встать. Мы в этот период обычно начинаем подгонять свой организм, стимулируем, например, кофе с содержащими напитками. Ну, если аналогию такую провести, то лошадь уже всё, она дальше идти не может. А мы её подстёгиваем, подстёгиваем кнутом, тем больше усугубляем нашу ситуацию. Но, как я сказала уже, наши такие антистрессовые гормоны вырабатывают наши надпочечники. Надпочечники не только гормоны вырабатывают, они также и регулируют и водно-солевой обмен. И в период, когда уже прекращается выработка половых гормонов, в период менопаузы, надпочечники наши частично начинают производить, ну, не в таком количестве, как половые органы. Они помогают поддерживать хорошее состояние организма в этот период, да, помогают, чтобы у нас кости не рассыпались, чтобы кожа не повисла, память оставалась на уровне. Поэтому надпочечники нужно беречь с молодым и прийти к периоду менопаузы уже во всеоружии. Конечно, есть и гормонозаместительная терапия сейчас, кажется, но я считаю, что это как костыль, не решение проблемы. Поэтому давайте рассмотрим, как вообще у нас действует кортизол, вообще как в идеале должен работать. Утром еще до пробуждения он начинает расти, то есть мы пробуждаемся, когда кортизол уже повышается. И примерно 8-10 часов он должен быть прямо на таком пике. Он должен включиться уже в работу, полный быть сил, самый пик работоспособности. Потом в течение дня он должен потихонечку снижаться, и к вечеру он совсем падает, и мы должны уже спокойно засыпать, то есть ложиться и сразу засыпать, не окруститься в кровати там до полуночи. Если есть такая потребность, можно посмотреть этот гормон в анализе, информативнее всего его смотреть в слюне в четырех точках, то есть в динамике это утро, день, вечер и ночь. Тогда мы можем посмотреть именно, что происходит. То есть если вы сдаете просто кортизол в крови или в слюне, просто пришли, там вас собрали, точно, то не получится посмотреть. Его нужно именно в динамике смотреть. И когда кортизол высокий вообще, у него задача есть поддержать максимальный кровоток в мозге, сердце, в скелетных мышцах, но при этом выключаются из работы все органы пищеварения, полностью весь ЖКТ, отключаются чувствительные скелеты к инсулину, повышаются энергосотраты, разбирают все мышцы на аминокислоты, чтобы из них провести глюкозу. То есть у нас тут идет такая топка, да, вот нам нужно топить печь, чтобы работало, чтобы сердце, мозг и скелетные мышцы. Остальное все для организма в этот момент неважно. То есть организм в этот момент добывает глюкозу из всего, что только можно, из жиров, из мышц, гликоген из печени, то есть это запас глюкозы в организме. Тут у нас в основном худеют руки, ноги, бедра, получается, когда именно нижние конечности, ноги, руки, да, вот худеют, а верх, получается, такое не очень худеет. Но сейчас я об этом тоже расскажу. В таком состоянии мы вообще не должны принимать пищу. Но когда мы живем именно вот в таком состоянии постоянно-постоянно, долгие годы, ну, естественно, мы принимаем пищу. Тут у нас сыпется вся пищеварительная система. Тут и снижается кислотность желудочного сока, и пища заставится в кишечнике, начинают происходить гнилсные процессы, там сибра появляются, синдром избыточного бактериального роста. Это нарушается и желчооток, и печень, и поджелудочная страдает, и развиваются уже болезни. Они могут быть, ну, вообще это все может быть в любой последовательности и привести вообще к разным результатам, так как я уже говорила, что мы совершенно разные в момент зачатия уже, то есть у каждого будет своя история. И все это можно бесконечно лечить, пить витамины, добавки, есть полезную пищу, но это все будет постоянно продолжаться, будет облегчение, но будете опять возвращаться к этому, пока не решите вопрос со стрессом. У нас также блуждающий нерв отвечает за парасимпатическую систему, за то, как у нас работает весь же котлет, идет иннервация именно через блуждающий нерв желудочно-кишечного тракта, и поэтому у нас отключается вся пищеварительная система, и на симпатической системе мы не можем переваривать пищу. Также гормон кортизола отвечает у нас за борьбу с инфекциями, вирусами. Когда кортизол повышен, человек как будто бы и не болеет. Прямо говорит, я и забываю, когда болел, никакие инфекции не берут, но стоит, допустим, выйти в отпуск, и тут начинается, все болячки прилипают, и некоторые люди боятся просто отпуска, потому что говорят, что болеем. Тут как раз вот кортизол падает, в отпуске человек расслабляется, и уже понимаем, что кортизол в истощении, и что не справляется организм уже с вирусами. И, естественно, мы долго на высоком кортизоле жить не можем, я уже сказала, что он имеет тенденцию к истощению, и потом уже из болезни очень-очень тяжело выбирается человек. И со времен коронавируса нам знакомый цитокиновый шторм, это вот как раз на снижение кортизола, когда надпочечники просели, почему некоторые люди болели очень сильно, у других это в легкой форме проходило. Это тоже как индикатор нашего состояния надпочечников. И в некоторые протоколы даже по лечению вируса были включены аналоги этого гормона. Надпочечники у них уже были достаточно истощенные. Тут воспаление нарастает, потому что противостоять ему нечему. Иммунная система уже тоже, конечно, провисает. Также в высоком кортизоле, вот я уже упоминала о том, что он отключает чувствительность к инсулину. Это вот потому, что кортизол постоянно поддерживает высокую глюкозу в крови. И из-за этого будет высокий инсулин. Чем у нас инсулин занимается? Он проводит глюкозу в клетку. Так как глюкоза очень токсична для организма, ей нельзя находиться в кровотоке постоянно. Инсулин топит у нас всё, что у нас есть. Другое разбирает мышцы, жировые клетки. И тем самым он всё разбирает до глюкозы. И у нас получается всегда высокая глюкоза в крови. Инсулин у нас работает. Пытается глюкозу завести в клетки. И со временем, когда постоянно-постоянно он заводит в клетки, клетки переполняются, они уже не могут принять новую глюкозу. Они отключают чувствительность. Это как, например, вам дверной звонок, булиганы отбалывались, звонили, вы открываете никого или не к вам. И вот так из раз в раз будет продолжаться. Вы потом уже не будете реагировать на эти звонки. И уже даже если придёт кто-то свой, кто-то вам нужный, вы уже ему не откроете, потому что у вас уже вот эта чувствительность к звонку будет отключена. Также и тут нечувствительность клеток к инсулину получится. То, что даже если им уже клетка будет голодать, уже там не будет глюкозы, но уже чувствительность не будет. И постоянно в таком состоянии, постоянно хочется есть, и хочется есть что-то сладкое, что-то такое быстрое углеводное, откуда можно получить глюкозу быстренько. Но в итоге клетки голодные, а эта глюкоза складируется в жировых клетках. Но не там, откуда её растопили, она будет складироваться именно отдельно в верхней части тела. То есть это область вокруг внутренних органов, потому что сначала в печень идёт вся глюкоза, и печень набирает. И получается, она уже не будет отправляться, так как постоянно-постоянно этим заниматься тоже. Будет вокруг органов эти отложения набираться. Также в верхней части лица это плечи мощные, предплечья. Трициол налико становится. Это вот по этим признакам мы можем понять, в какой стадии мы уже в осталости надпочечников находимся. Как бы мы ни старались, у нас жир живота не уходит, или прямо в самый-самый последний момент. И тут у нас получается, и если высокий постоянно только кортизол, у нас не остаётся субстрат на остальные гормоны, на плавые гормоны. Почему часто при стрессе пропадает менструация? Потому что кортизол обкрадывает как раз вот эти вот субстраты, которые должны пойти на эти гормоны. Потому что организму неважно ничего, кроме выживания. Во время стресса его вообще не волнует продуктивная система или органы пищеварения, допустим. Его это не волнует. Главное, он старается выжить. Поэтому он будет делать всеми путями выживания. Именно поэтому мы должны обращать внимание на стресс в нашей жизни. Также стресс для организма – это любой воспалительный процесс, будь то или острый, такие как инфекция, допустим, вирусная или бактериальная, или хронический стресс, когда есть элементарно, там у вас зубы незалеченные, или у вас постоянные вздутия в кишечнике, и вы не обращаетесь на это внимания, годами живете с этими вздутиями. Также и бактериальные инфекции или вирусные у нас бывают в такой, ну, в хронической стадии, то есть они не острые, но они где-то есть, они где-то живут, постоянно, допустим, герпес у вас высыпают раз в месяц, раз в три месяца. Это тоже считается хронической инфекцией, которая будет провоцировать также повышенный спрос на кортизол. И как же мы вообще должны жить в нашем современном мире с этим стрессом? Если это острый воспалительный процесс, естественно, мы обязательно находим причину, не глушим симптомы, работаем с первопричиной именно, потому что когда разболелась голова, и вы выпили таблетку, у вас она пришла, вы просто закрыли эту причину, как за ширмой, да, она там есть, но я ее не вижу. Поэтому, конечно, тут магния, ну, если говорить о препаратах, мы используем магния, нужно ежедневное, для всех людей абсолютно, потому что мы его из питания мы недополучаем. Если посмотреть, в каких продуктах содержится магния, то мы очень-очень мало этих продуктов едим в день. Расходуется магния на все, на воспаление, на стрессовые, и пищеварительные реакции. В общем, у нас очень-очень много, где магния требуется. Поэтому сейчас все нутрициологи, все интегративные врачи говорят об этом, то, что магния нужно пить. Единственное, выбирать в какой форме, кому как подходит, это будет очень-очень индивидуально, и в каком количестве. Буду говорить о такой базе. Что же у нас является вообще базой? Это, конечно же, здоровый сон. Если у нас нет здорового сна, у нас не будет здоровой нервной системы, и все вышеперечисленное нас может ожидать. У нас должна соблюдать гигиена сна. Мы должны ложиться не позднее 22-30, но засыпать максимум 23. Это все связано с выработкой гормонов. Ночью у нас вырабатывается мелатонин, самонтропин. Поэтому обязательно вот это время нужно не пропустить. И, конечно, спать в полной темноте, в полной тишине, это тоже очень важно для выработки этих гормонов. И вот если говорить о времени сна и времени пробуждения, это для каждого человека будет свое конкретное время. То есть это тоже все индивидуально, но если в общем, то человек должен просыпаться уже отдохнувшим. Поэтому важно также, чтобы в комнате было прохладно, и влажность соответствующая была проветривать комнату. То есть это такие вот простые правила гигиена сна. Никто не должен нам мешать, когда мы спим. Если постоянно вы пробуждаетесь, это не норма. Также питание будет очень сильно влиять и на стресс, на воспаление. У нас есть воспалительные продукты, которые поддерживают воспаление. Есть противовоспалительные продукты, которые, наоборот, снижают воспаление в организме, тем самым будет снижать стресс. Также физическая нагрузка тоже очень важна, но она тоже должна быть соразмерна вашим силам. Если вы превышаете эту нагрузку, излишне тренируетесь, это тоже будет приводить к высокому кортизолу и все вышеперечисленные последствия. Конечно же, я хочу дать несколько техник, которые можно работать со стрессом. Если мы говорим про острый стресс, когда у вас что-то случилось, вас трясет, у вас может быть даже паническая атака, очень будет хорошо работать погружение лица в ледяную воду. То есть вы набираете чашку или тазик, наливаете холодной водой. Если она не достаточно холодная, можно дополнительно еще и лед положить. Затем вы задерживаете дыхание и на вдохе погружаете все лицо в воду полностью и держите, пока не позволяет задержка дыхания. Это очень будет хорошо работать именно в острой ситуации. Также в острой ситуации хорошо работает дыхание в пакет или еще называют гипкопния, насыщение углекислым газом. Здесь все просто, вы берете любой пакет, который есть под рукой, если ничего нет под рукой, вы закрываете нос и рот ладошками и дышите в них. Это будет как раз насыщать углекислым газом и нервная система будет у вас успокаиваться. Также есть такой метод, как надавливание на глазные яблоки ладонями. Это тоже будет хорошо успокаивать глазосердечный рефлекс. Его часто используют врачи скорой помощи, и он помогает уменьшить даже сильное сердцебиение, вы не можете успокоиться, тряска. И в этом случае, когда вы ладонями надавливаете на глазные яблоки, может быть даже уменьшение пульса на 4-8 сердцебиений в минуту. То есть это такая достаточно хорошая практика при остром стрессе. Есть как возбуждающие техники дыхания, но есть так и успокаивающие. И пример самый простой. Пример – это квадратное дыхание. Возможно, многие уже о нём знают, применяют, но я ещё раз расскажу. Самое простое – это начинать хотя бы с 4 счёта на 4. Вы дышите вдох на 4 счёта, задержка дыхания на 4 счёта, выдох на 4 счёта и опять задержка дыхания на 4 счёта. То есть получается такой квадрат. И со временем далее вы увеличиваете время, то есть количество счётов уже на 5, на 6, на 8 и так далее. И это дыхание очень удобно вообще делать во время прогулки. Вы идёте достаточно быстрым шагом и делаете это дыхание. Также вы можете это дыхание проделать за 15 минут до приёма пищи. Это не обязательно во время прогулки. Я говорю как пример. Дальше для каждого человека будет именно своя система, свои методы решения. Также для постоянной работы со стрессом очень хорошо работает такое грудное пение, все же мантры. Для кого-то это может быть молитвы, это чтение, слух, когда вы тоже активируете парасимпатическую систему, у вас симпатика уже успокаивается. Также есть техника дыхания, когда вы начинаете с выдоха через левую ноздрю, именно через левую. Тут не надо подать, потому что именно левая сторона отвечает за расслабление. Вы закрываете правую ноздрю, делаете сначала вдох, потом закрываете правую ноздрю, делаете выдох через левую ноздрю, затем опять вдох через левую ноздрю и закрываете левую ноздрю и делаете то же самое через правую. И постоянно здесь нужно удлинять выдох, нельзя надышиваться между этими упражнениями. То есть нужно планомерно, так спокойно, по мере своих сил, увеличивать выдох или вдох. Вообще просто вы можете сесть и подышать через левое ноздрю, закрыть правое ноздрю и подышать через левое. И это тоже будет успокаивать, активировать парасимпатическую и успокаивать симпатику. Вообще дыхание, считаю, что это самый простой, самый доступный способ, который только возможно, потому что он с вами присутствует всегда и везде, и вы можете им пользоваться в любой ситуации. То есть у вас что-то случилось, вы вышли, потихонечку сели, подышали, у вас уже 5-10 минут в день, этого будет достаточно. Особенно рекомендую это делать перед приемом пищи, до 10-15 минут, это будет активировать вашу парасимпатическую систему и тем самым будет улучшать пищеварение. Субтитры создавал DimaTorzok